Всем привет, с вами Содерлинг, и сегодня я расскажу вам о самых могущественных персонажах из мультсериалов, обладающих просто непревзойденными способностями. Любой из них способен уничтожить мир, но по-своему, в силу своих особых умений. Но в этом видео речь пойдет лишь о положительных персонажах, 10 самых могущественных героях. Для злодеев же я подготовил отдельный топ, который выйдет как только под этим роликом наберется 25 тысяч лайков. Если абсолютно каждый сейчас поставит лайк, то видео выйдет буквально через час, а может и целая неделя, тут уж все зависит от вас. Также в этом видео не будет персонажей Марвел, Диси и Аниме, то есть японских произведений, поскольку в обычных мультсериалах и так полно крайне могущественных героев. И сейчас вы в этом сами убедитесь. Десятое место занимает Тимми Тернер из Волшебных Покровителей. Мальчик способный пожелать практически что угодно, стать умнейшим на свете или крутым супергероем. Простым желанием может избавиться от любого врага и даровать себе невероятные способности от супер сил Человека-паука до Гарри Поттера. Да, конечно, есть целый свод правил, запрещающий убивать, ранить, влюблять и даже побеждать, но Тимми довольно хитер и не раз уже обходил их. Нельзя ранить, но можно нагнать рой пчел на человека. Нельзя убивать, но спокойно можно пожелать, чтобы в мире существовали только лишь мальчики. Что уж там говорить, если Косма ненароком потопил Атлантиду. Более того, правила действуют исключительно на взрослых фей. Если же Косма и Ванда не могут исполнить желание мальчика, всегда сможет их малыш Пуф. Без Тимми Пуф не будет столь силен, ведь он малыш. А Косма и Ванда без мальчика ограничены правилами и не подумают их обходить. Именно Тимми обладает силой загадывать любые желания. Но только вот несмотря на дарованное ему могущество, делает это он совершенно необдуманно и неумело. К тому же, если феи поймать простым сачком, они будут бессильны, а Тимми будет обычным мульчаганом, не представляющим угрозы. На девятом месте Шегги из Кубиду. Да-да, на первый взгляд невероятный трусишка, бегущий при виде любой опасности. Однако же, со временем фанаты стали замечать, что в один момент он внезапно бегает по стенам, в другой выполняет просто невероятные трюки, а однажды так вообще одолел целую банду здоровенных байкеров, просто захотев покрасоваться перед девушкой. И тут у людей закралась мысль, что Шегги попросту использует лишь одну миллионную часть своих сил, скрывая от друзей свою истинную мощь. И вскоре это официально подтвердили. В заставке мультфильма по Мортал Комбату Шегги, окутанный мистической зеленой энергией, с легкостью придушил Скорпиона, а в мультиверсусе он уже входит в форму, подобную Супер Саяну, и на равных сражается с самим Суперменом, используя лишь один процент своих сил, он уже обладает просто невероятной силой и скоростью. И нам остается лишь гадать, какова же его истинная мощь на пике возможностей. Восьмое место. Попс из обычного мультика. На первый взгляд, просто добродушный наивный старичок, однако же в последнем сезоне выясняется, что он самое настоящее воплощение добра в их вселенной, которая вновь и вновь, каждые 14 миллиардов лет, борется со своим злым антиподом, жаждущим уничтожить эту вселенную. Несмотря на огромное количество богоподобных существ в этом мультсериале, они ни в какое сравнение не идут с Попсом и Антипопсом. Их уничтожили буквально в мгновение ока, наряду с обычными людишками. Ведь эти двое способны практически на всё. Сверхскорость, сверхсила, телепортация, левитация, телекинез — это лишь базовые навыки. Попс способен раздвигать перед собой моря и озёра, управлять погодой и любыми элементами, общаться мыслями и буквально забраться в чужую голову. Даже если вы в миллиарда километрах от него, он способен поиграться с вашим рассудком. Более того, Попс способен подорвать что угодно одной лишь силой мысли, как угодно исказить окружающую его реальность и материализовывать любые предметы буквально из воздуха, будь то огромный корабль или живая птица. Однако же взгляды и принципы Попса сильно сковывают его в действиях. Являясь воблачением добра, он не станет драться с тобой без особой необходимости и всегда будет искать мирное решение. Да и в равной борьбе антипопс его значительно превосходит, ведь истинная сила Попса — в дружбе и любви. И его объятия способны сковать любое зло. На седьмом же месте у нас Рик С-137 из Рика и Морти. Гениальный ученый, сумевший стать богом собственного мира. Он лично прикончил сотни своих копий из альтернативных измерений, разрушал планеты, уничтожил целую федерацию, поработившую тысячи цивилизаций, и сражался на равных буквально с богом, подобным Зевсу. А так называемого губителя миров, худшего врага местных стражей галактики, ученый прибил просто за кадром. Рик способен путешествовать во времени и вовсе остановить его, перемещаться меж измерениями и даже менять сюжет собственного мультсериала с помощью специальных устройств. Конечно, его можно засать врасплох без нужного оборудования, из-за чего он уже не раз оказывался на краю гибели. Но только вот даже из собственного тела он сделал буквально подобие мистера гаджета, заменив большую часть органов и конечностей на механические и напихав в себя кучу пушек и устройств. В случае опасности, Рик может вообще нацепить читерский бронекостюм, чтобы избежать любых повреждений. А если даже умрет, то просто возродится в теле клона. По всей земле ученый запрятал сотни обманок, чтобы враги не сумели найти его истинное тело. А вся мультивселенная, в которой он живет, это изолированный им же мини-мирук, где он умнейшее существо из всех, и никто никогда не сможет его здесь победить. Однако же за пределами центральной конечной кривой все же есть враги посильнее. Шестое место занимает Клок в Экэздене Призрака. Дух времени, способный манипулировать как только захочет. Переместиться в будущее или прошлое, отмотать время вспять, резко ускорить или же вовсе остановить его для всех окружающих. В отличие от Нокса из Вакфу и Хроносапиенсов из Бентена, он не просто управляет временем, он и есть само время. И осознанно существует одновременно в любом его промежутке, с средневековья до Киберпанка. Нанести ему прямой удар практически невозможно. В момент любого взрыва или выстрела, Клок в Экэздене может хоть остановить время, хоть оказаться за 100 лет до происходящей битвы, хоть вас принести в далекое будущее. И даже более того, он знает абсолютно все, что когда-либо было, есть и будет. Каждое ваше действие. И видит все, что происходит на всей временной линии. Потому даже запланировать покушение на него попросту невозможно. Но даже если враг оплодает тем же набором навыков, не стоит забывать, что Клок в Эк, помимо того, еще и призрак. Он способен стать невидимым, создать огромное множество собственных копий, поднимать предметы силой мысли, стрелять лазером и даже вселяяся в чужие тела. А любой удар попросту пройдет сквозь него, если у вас нет специальной экто-пушки. Клок в Эк невероятно умен и практически неуязвим. Пятерку нашего топа открывает призма из времени приключений. Космическая сущность, способная исполнить практически любое желание. Вплоть до убийства всего живого во вселенной, что однажды загадал Лич. И полного преображения целого измерения. Твое желание в состоянии испарить потенциальные миры. Этими способностями он спокойно пользуется и в своих личных целях. Телепортируя героев или же материализуя предметы в свою комнату. Однако же, каждое его желание имеет последствия. Например, скажешь, хочу массаж спины, и откуда массажист появится? А если я выдерну кого-нибудь прямо из-за стола и нанесу его детям травму? Он не материализует чипсы из воздуха, а телепортирует их откуда-то. Более того, если просьба ему не нравится, он отказать не может. Это его работа. Только разве что, если этому не препятствуют условные правила. Что-то там блокирует мои силы. И я ничего не могу с этим поделать. Внешне же он выглядит словно тень на стене. Но по факту же является сном старика. И если этого старика убить, призма исчезнет. Казалось бы, это и есть его Ахиллесова пята. Однако даже так, он когда-нибудь появится во сне своих друзей и знакомых, благодаря чему вновь сможет воскреснуть, воссоздав спящего старика с помощью временной петли. А потому, пока призма живет хотя бы в чьей-то памяти, он бессмертен. А при жизни практически всемогущ. На четвертом месте Бен Тен из одноименного мультсериала. Обычный мальчик-супергерой, каким-то образом затесавшийся среди настоящих богов. Для тех, кто не смотрел мультсериал, его присутствие на столь высоком месте покажется абсурдным. Однако же этот парнишка владеет Амнитриксом. Самым мощным артефактом во всей их мультивселенной. Изначально Бен мог превратиться лишь в одного из десяти доступных пришельцев. Однако же со временем его выбор расширился до всех рас, существующих в его вселенной. И они обладают потрясающими способностями. Став фидбэком, он сможет поглощать и перенаправлять энергию любого типа. Став молнией, обретет суперскорость. Приняв облик часов, сможет управлять временем, как только захочет. Его Атомикс — это ходячий ядерный реактор. А супербольшой — гигант громадных размеров. Под любого врага найдется пришелец с подходящей способностью. Но для четвертого места этого было бы недостаточно. С течением сезонов Бен получил в распоряжение героя Икс из расы Целестия у Сапианов. Божественных существ, живущих вне времени и способных полностью менять реальность по собственному желанию. Вплоть до уничтожения всей мультивселенной. Но есть загвоздка. Каждое желание обговаривается тремя личностями Целестия у Сапиана. И если они не придут к единогласному решению, ничего не случится. А их переговоры могут длиться хоть десятки тысяч лет. И к тому же в человеческой форме Бен все еще уязвим. Однако же в будущем Монс умеет эволюционировать до формы ульти Бена. И даже не меняя облик, будет уже обладать силами одновременно десяти тысяч своих героев. Что делает его просто невероятно могущественным. Третье место. Хаос из Алладина. Этот кот с крылышками, перед которым дрожит страхи и казалось бы всемогущей джинни. И даже Мираж, местное воплощение зла. Прости меня, могучий хаос. Понимаете, любой джинн ограничен правилами, и нарушить их нельзя. Нельзя. Не убить, не воскресить мертвого, не заставить влюбиться. К тому же их магия не бесконечна. Джина можно даже убить, полностью истощив его. Ну и они привязаны к своему контейнеру. И даже если пожелать ему свободы, как это сделал Алладин, джинн от этого сильно ослабнет и не будет способен исполнять что-то масштабное. Но вот хаоса все это не касается. Хаос абсолютно всемогущ и ничем не ограничен. И больше не зли хаоса. В его усе больше волшебства, чем в сотне джинов. Способен до бесконечности исполнять любые свои желания. Исключительно ради хаоса и веселья. Силой мысли способен приделать людям звериные ноги, создать злого джина и даже исказить всю окружающую их реальность. Он знает абсолютно все и способен читать мысли. Потом и обхитрить его попросту невозможно. Телепортация и невидимость для него обыденность. А любые действия джина просто пустяк. Магия на него не действует. Физической формы у него тоже нет. Его будто бы не существует, но он есть и будет всегда. И избавиться от него никак уж нельзя. Ведь он есть хаос. И единственный, кто способен ему противостоять, сама судьба, с которой они бок о бок равноценно сосуществуют в этом мире ради равновесия и гармонии. На втором же месте у нас Космический Страж из Амфибии. Божество, обладающее способностями всех вышеперечисленных персонажей. Способен создать из воздуха что захочет и как угодно манипулировать реальностью. Копировать людей, воскрешать их, телепортировать куда бы то ни было и принять абсолютно любую форму. Ведь его истинный облик попросту взорвет мозг низшего создания. Страж бессмертен и вездесущ. На протяжении миллиардов лет он наблюдал за всеми мирами мультивселенной. Одновременно за каждой планетой, за каждым существом. И знает абсолютно все, что когда-либо было, есть и будет. В том числе точную дату смерти Энн. Именно Страж является создателем камней бедствия, дарующих человеку божественные силы. Все способности владельцев камней лишь малая часть истинной мощи Стража. Он не является физическим существом и живет, по всей видимости, вместе за пределами времени. Потому и оно, скорее всего, не властно над ним. Грани его могущества попросту неизмеримы. А первое же место занимает дядя-деда из одноименного мультсериала, чьи способности ограничены исключительно его воображением. Он растягивается как угодно, может без последствий разделиться на части или вовсе оказаться костюмом другого мужика. Что угодно достать из своей сумочки или вообразить мальчика стариком. Может создать огромное множество собственных копий, которые станут отдельной личностью и будут жить собственной жизнью. Спокойно путешествует между реальностями и во времени, манипулируя им как захочет. Дядя-деда абсолютно бессмертен. Никогда не стареет и уничтожить его физическим уроном попросту невозможно, если он только сам себе это не вообразит. И то потом все равно может вновь появиться из ниоткуда. Ведь он достиг апогея в эксплуатации мультяшных приемов. Если в прошлой серии его с друзьями поджарило солнце, в следующей они все будут живы и здоровы, как ни в чем не бывало, ведь это уже новый эпизод. По факту он может полностью преобразить всю их окружающую реальность и вывести измерения на иной уровень понимания. Но что делает его могущественнее всех остальных в этом топе? Возможность напрочь прорвать даже четвертую стену. Он спокойно путешествует по всем мультсериалам карту Нетфорка и устраивает там настоящий кавардак. А однажды вышел из своего шоу прямо на студию, где его рисуют, пообщался с собственным создателем и буквально управлял мультсериалом извне. Трудно представить кого-то могущественнее, чем он. А теперь же пришло время для экстра места предыдущего топа. Десяти самых худших друзей из мультсериалов. И вы в вопросе в моем телеграме выбрали Хлою из Леди Баг, ведь она воспринимает Сабрину будто служанку, а не подругу. Постоянно заставляет делать за себя домашку, подставлять других и высмеивать всех, кто ей неприятен. При этом сама Хлоя постоянно издевается над Сабриной, срывается на ней и отчитывает за любые ошибки. Она тут заслужена. А кого же не хватает в топе самых могущественных героев? Кто достоин экстра места? Пишите ваши варианты в комментариях, а затем голосуйте в моем телеграме. И не забывайте, что сегодня речь шла лишь о положительных персонажах. Но как только бета-тим роликом наберется 25 тысяч лайков, вас ждет топ самых могущественных злодеев. Так что обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. А с вами был Содерлинг, спасибо за просмотр и пока.